Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом ролике о немилых корги. Или 5 причин, почему не стоит заводить эту породу собак. Это наша девочка, ее зовут Асти. Это корги, бельш корги Пемброк, если говорить полностью, да. И вот очень популярная порода собак, очень модная. И многие, поддавшись вению моды, хотят завести себе такую породу собак. Да, эти симпатюли даже растопили сердце чопорной английской королеви. Более того, сама Елизавета, она активно занимается разведением этой породы собак. Однако, что скрывается за такими вот, получается, симпатяшками и стоит ли их заводить, вот в этом ролике я и расскажу. Вернее, отвечу на вопрос ваш, почему не стоит заводить корги. Сами корги, эти симпатюли, они полны сюрпризов и неожиданностей. Они вполне такие прытки, любят пошкодить. Если вы не готовы терпеть все их такие вот активные действия и их характер, то, конечно, это будет огромная проблема, потому что энергии у них очень много. Вот и первый минус. Если у вас квартира, и вы не сможете наблюдать за тем, как они будут разрушать ваш ремонт, это тоже будет определенной проблемой. Следующая проблема корги – они любители поесть. И, как видите, сразу же выискивают любые запахи, где бы то ни было в комнате, реагируют на них и пытаются что-то найти. Причем к еде они не привереды и тащат в рот абсолютно все. Отсюда бесконечные проблемы со здоровьем и то понос, то еще какие-нибудь проблемы. Еще из этого вытекает другая такая вот неприятность – это лишний вес, которому корги такие натянутые отношения, да, поскольку по природе они не должны быть такими перекормышами, да, все-таки нужно следить за тем, чтобы они сильно не переедали. Потому что та же проблема веса может быть радикальной для суставов и позвоночника, хотя мы видим, какая анатомия у этих собак. И, наконец, самое важное, поскольку выведены собаки на ограниченной такой территории, то для получения щенков используются такие близко-родственные связи, особенно ранее, когда территория вообще была ограничена и численность была маленькая, поэтому они часто страдают от генетических заболеваний, такие как слепота, проблемы со свертываемостью крови, да, вот такие же заболевания, как и у людей иногда бывают. Помните из истории такой императорской России, где был царевич Алексей, больной гемофилией, да, это болезнь крови. Это то же самое. Если подробнее, то какая-то легкая царапина, полученная на прогулке, может привести к серьезной кровопотере у вашего питомца, если у него будет подобное генетическое заболевание. Вплоть до того, что даже какая-либо первая вакцина может тоже быть летальной. Или как вам, например, такое ваш любимый пёс породы корги может ни с того, ни с чего, с сего, да, очень крепко заснуть, проще говоря, впасть в кому. Так что, если вдруг вы загорелись идеей купить няшного такого корги, да, то хорошенько подумайте, готовы ли вы к большим денежным тратам на его здоровье. И в целом, очень часто все, кто заводит питомцев, думают о том, что никогда не бывает никаких проблем с ними. Это очень такое огромное заблуждение, потому что очень часто собаки, как и другие животные, болеют. Некоторые породы по своей специфике могут болеть реже, а некоторые породы могут болеть гораздо чаще. Поэтому перед тем, как вы будете заводить ту или иную породу, обязательно ознакомьтесь с породой, со спецификой и с теми особенностями, да. У нашей девочки проблем, как таковых, нет. Какие проблемы у нас были, мы снимали ролики на канале, все это есть. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за нами, за нашими питомцами. В описании под видео есть наши контактные данные. Если у вас есть огромное желание приобрести щенка с нашего питомника, вы можете нам написать. Также есть контактная информация для поддержки, для донаций. Напишите, пожалуйста, комментарий, дополните нас в ниже комментариях под видео, мы будем очень признательны. Моделью и главным героем этого ролика наш маленький щенок, девочка, ее зовут Асти. Всем спасибо, подписывайтесь на канал.